Посол Европейского Союза в Молдове Янис Мажейкс считает, что Молдова заложила прочную основу для интеграции в ЕС. Об этом он заявил, комментируя решение Еврокомиссии, которое в пятницу рекомендовало Европейскому Совету предоставить Молдове и Украине статус стран-кандидатов в члены ЕС. Решение Еврокомиссии было основано на меритократии и принято благодаря совместным усилиям граждан и правительства. Я думаю, что страна заслуживает поздравлений. Это исторический день для Республики Молдова, потому что то, что произошло, превзошло все ожидания страны, сказал Мажейкс. Он отметил, что это результат последних двух лет, в течение которых в Молдове были предприняты решительные шаги на пути реформ. Это только начало. Правительство должно продолжать свои усилия для продвижения вперед по некоторым ключевым направлениям, указанным в рекомендации Еврокомиссии. Молдовы должны обеспечить очищение судебной системы, искоренить коррупцию и бороться с организованной преступностью. Это движение вперед будет во многом зависеть от правительства и парламента страны, считает дипломат. Он напомнил, что Европейская комиссия пришла к выводу, что в Молдове имеется прочная основа для обеспечения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту меньшинств. Проводимая макроэкономическая политика была достаточно надежной, достигнут прогресс в укреплении финансового сектора и деловой среды. Но ключевые экономические реформы еще предстоит провести. Есть и другие области, где нужно больше работать, чтобы страна могла продвинуться в этом процессе, подчеркнул Можейкс. Он отметил, что мнение Еврокомиссии основано как на ответах, предоставленных Кишиневым на анкету, разусланную Брюсселем, так и на информации, полученной ЕС в ходе реализации соглашения об ассоциации свободной торговли. Посол подчеркнул, что когда страна получает статус кандидата в члены ЕС, она вступает на путь присоединения к ЕС. Что касается членства, Молдова может стать членом ЕС, когда ею будет достигнут прогресс на целом ряде направлений. Этот процесс займет не один и не два года, подчеркнул Янис Можейкс.